Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Работать с наименьшими затратами расходы городского бюджета сократят на 87 миллионов рублей. Одной счастливой семьей больше в Самарской области продолжается программа «Жилье для российской семьи». За 50 минут до Ширяева впервые в Самаре открыли навигацию в Репинские места на воздушной подушке. Жители составят интернет-карту свалок. По всей стране стартовал проект «Генеральная уборка». 2 февраля – Всемирный день сурка. Сегодня мохнатые синоптики из Самарского зоопарка предскажут погоду на весну. Власть должна работать более эффективно, при этом с меньшими затратами. Расходы городского бюджета сократят на 87 миллионов рублей. И это только начало. Включить режим экономии поручил губернатор Николай Меркушкин. В основном урежут содержание органов государственной власти. В этом году это первый этап оздоровления финансовой ситуации. Но экономия городского бюджета ведется уже не первый год. Кого коснется режим экономии, узнавала Олеся Корецкая. Сократят расходы на власть. Режим жесткой экономии будут продолжать соблюдать во всех муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления. Уменьшить затраты – таково поручение главы региона. Мы тратим на управление около 8 миллиардов рублей. Тратили почти 11. Нам надо как минимум в ближайший год, в ближайшее время еще на 3 миллиарда сократиться. В этом году это первый этап сокращения расходов. В режиме экономии городская власть работает с 15-го года. За прошедший срок значительно сократился штат госслужащих. Уменьшили количество подразделений в администрацию, резали расходы на связь, констовары и топливо. В итоге затраты уменьшились вдвое. Также в исполнении данных поручений увеличена доходная часть бюджета на 200 миллионов рублей по неналоговым поступлениям за счет арендной платы, взимаемой за возмездные передачи в пользование муниципального имущества. Реформа местного самоуправления не останавливается, она двигается. И губернатор поставил задачу передачи более широкого спектра полномочий в районы ближе к людям и, конечно, с финансированием. Бюджет на 2017 год составит почти 14 миллиардов рублей и сохранится бездефицитным. Не только экономить, но и эффективно тратить казенные деньги – главная задача как для администрации города, так и для депутатов. Каждый рубль в бюджете, ну, конечно, это уже в идеале, должен быть расписан так, чтобы было понятно, что мы можем требовать с конкретного чиновника, с конкретного муниципального предприятия и с конкретной экономией. Сегодня депутаты и их помощники, они работают бесплатно. И я полагаю, что многие чиновники должны тоже выйти в народ, работать больше с народом, и власть должна быть более эффективной. На сегодняшнем заседании городской дум удалось сократить расходы на 87 миллионов рублей с экономленной деньги, направят на обновление и пополнение автопарка общественного транспорта, на метрополитен, а также на подготовку к чемпионату мира по футболу. Сергей Кизоркин, Аля Секорецкая, Дмитрий Мешканцов. События. В модернизации систем теплоснабжения в Самаре помогут инвесторы. Об этом говорили губернатор Николай Меркушкин и президент компании «Звезда энергетика» Николай Бех. Предприятие готово привести в порядок и содержать ряд бесхозных теплосетей в Самаре, участвовать в ликвидации возможных коммунальных аварий. И уже наладило сотрудничество с администрацией города. Заключили соглашение о передаче в пользование компании на длительный срок нескольких десятков объектов теплоэнергетики в Самаре. Раньше договоры аренды действовали лишь год, что не позволяло вкладывать средства в долгосрочное развитие сетей. Новая система дает возможность вкладывать инвестиции в ремонт коммуникаций. Концессия – это минимум 12 лет до 40. У нас уже есть банки, которые согласны, есть инвесторы, которые готовы вложить денег, ну и наша компания готова вложить. Молодым семьям многое доступно, в том числе комфортное жилье. Самарская область в лидерах по количеству семей, которые смогли поменять квартиру на более просторную с помощью государственной поддержки. Субсидии предоставляют из областного бюджета, а теперь регион получил и федеральные деньги, а значит счастливых новоселов будет еще больше. Марина Кравцова расспросила одну из самарских семей, как осуществить мечту о собственном доме. Просторная трехкомнатная квартира – мечта. Супруги Макаровой и подумать не могли, что станут хозяевами такого дома. Раньше молодая семья с двумя маленькими детьми ютилась в однушке на 32 квадратных метрах. Недавно справили новоселье, торопились переехать. Своими силами ремонт сделали за месяц. Чувства были непередаваемые просто, потому что после однушки и в трешку такие шикарные, как говорится, уже апартаменты. Купить квартиру удалось с помощью господдержки, которую оказывают молодым семьям. Соцвыплата составила 860 тысяч рублей, плюс деньги от продажи старой квартиры и материнский капитал. Хватило на просторное жилье в новом районе Самары. Для детей раздолье радуется молодая мама, и для игрушек места хватило и есть, где побегать. Они начинают отсюда с кухни, и вот вплоть до входной двери, это у них как спортзал. Я очень довольна. Спасибо большое государству этой программе, что молодым семьям так очень сильно помогает, потому что это правда очень огромная помощь. Если бы не это, мы, конечно, бы трешку никогда, наверное, пока не осилили бы в эти годы. Деньги на программу выделяют из областного бюджета. А теперь регион активно включился в федеральные программы и получит дополнительно почти 158 миллионов рублей, которые пойдут на субсидии. Молодые семьи без детей могут получить сумму, равную 30% от стоимости квартиры. Те же, у кого есть дети, не менее 35%. Самарская область уже лидер по количеству новоселов. В непростых условиях нам удалось удержать набранные в прошлом году рекордные темпы в строительстве. И по итогам текущего года мы имеем здесь самый большой рост в ПФО. По количеству семей, получивших квартиры по программе «Жилье для российской семьи», мы третий год удерживаем первое место в стране. Кроме того, деньги с федеральной казны регион получил и на строительство новых школ и детских садов, а также на ремонт дорог. Во многом этому способствуют депутаты Госдумы, избранные в прошлом году от Самарской области. Из Самары в Ширяево с ветерком путь по Волге открыт. Впервые в истории самарской навигации до поселка можно добраться на судне на воздушной подушке, которому дали романтическое имя «Нептун». Два таких речное пассажирское предприятие купило в прошлом году. Рейсы интересны не только жителям Ширяева, но и туристам. В путешествие на воздушной подушке отправилась Марина Матвейшина. Это просто космос. Восхищаются пассажиры, наблюдая, как судно на воздушной подушке отправляется в путь. На поверхности Луны не пробовали, а по снегу и льду, по воде и земле подушка пройдет, рассказывает капитан Валерий Легостаев. «Нептун идет плавно и приятно, но нужно всегда быть на чеку. Прямо по дороге могут идти рыбаки или целый караван снегоходов движется прямо навстречу подушке». Капитан Валерий Легостаев управляет подушкой уже третий год. До этого работал на скоростных судах, ракетах и метеорах. Теперь возит пассажиров на самой безопасной для подушки скорости – 50-60 км в час. Хотя возможности у судна вдвое больше. «Может она до 90 разогнаться. Если попутный ветер, она разгоняется. Приходится ее маленько просто придерживать. Нельзя. Потому что она, да, вот здесь вы видите, сейчас наладилась хорошая у нас эта обстановка. А то по первости здесь был и лед, и торосы ни влево, ни вправо». «Мы одни из первых туристов, которые прибыли из Самары в Ширяево на судне на воздушной подушке. Такой маршрут организован впервые за всю историю самарской навигации. С ветерком, с комфортом, всего лишь 50 минут в пути, и мы на месте». «Судно на воздушной подушке» вмещает в себя 21 пассажира. В будние дни организован один круговой рейс из Самары в Ширяево. По выходным – два. «С каждым днем пассажиры поток растет. То есть все больше желающих воспользоваться этим маршрутом. Если ехать в кружную на автобусе, это будет где-то порядка 3,5-4 часов. Двумя пересадка». А с середины февраля запускают новый маршрут по Волге – Самары-Виновка. Он будет работать только по выходным дням. И это будет не просто переправа на другой берег, а целый пакет туристических услуг – посещение монастыря, экскурсии и питания. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Больше тысячи многоквартирных домов отремонтировали в области по программе капитального ремонта. Что нужно привести в порядок в первую очередь – лифты, фасад или кровлю – решали сами жители на общих собраниях. В 25-м доме по улице Клиническая в Самаре инженерные системы отремонтировали летом. Насколько качественно выполнены работы и как новые трубы и батареи справляются со своей задачей зимой – проверили представители фонда капитального ремонта и наша съемочная группа. Новые батареи в квартирах жильцов 25-го дома по улице Клиническая появились летом прошлого года. Старые чугунные постоянно выходили из строя. Трубы протекали в подвале. Теперь новые батареи греют на отлично. В принципе, недовольных вообще нет. В доме тепло, все достаточно эстетично, хорошо выполнено. Основное внимание во время ремонта уделили тепловому узлу. Теперь здесь установлена современная автоматизированная система. Специалисты фирмы-подрядчика по просьбам жильцов привели в порядок и само помещение подвала. Раньше рассказывают жители, сюда без резиновых сапог нельзя было пройти. Рабочие просушили помещение, заменили окна, на пол насыпали песок и щебень. Мы тут решили немножечко дополнительных работ сделать, так как у нас деньги с дома оставались ввиду отказа некоторых квартир и прочих. То есть мы добавили работы, согласовал нам это куратор ИНОФКР. Ну и в принципе вот все желания жильцов мы постарались выполнить. Как идут работы на объекте в течение нескольких месяцев проверяли специалисты фонда капитального ремонта. Сначала жители отнеслись с недоверием к рабочим, некоторые отказывались пускать в квартиры. В процессе работы, как подрядчик зарекомендовал себя, уже было больше доверия. Сантехников здесь принимали уже как родных и буквально просили их сделать дополнительно что-то по квартирам, когда не получалось им самим смонтировать. Всего в 2016 году в Самарской области отремонтировано 1044 дома. В фонде капитального ремонта сообщают, собираемость взносов выросла и превысила 90%. Почти стопроцентные сборы показали Богатовский, Борский, Челновершинский районы и город Отрадный. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Далее коротко о других событиях дня. Госэкспертиза одобрила первый этап проекта по благоустройству и озеленению территории, прилегающей к стадиону Самара-Арена. Речь идет об участках в границах Московского, Ракитовского и Волжского шоссе, а также улиц Ташкентской и Демократической. Здесь планируют организовать зеленую зону с автоматическим поливом. Территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждениям, которые будут находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами. Кроме того, предусмотрена вертолетная площадка. Парни, которые заминировал ТЦ «Космопорт», могут посадить на 2,5 года. Такой срок для 24-летнего Хурсана Амунбекова запросило гособвинение. Молодой человек, который в России уже несколько лет находится незаконно, позвонил на номер 112 и заявил, что через час взлетит на воздух торговый центр «Космопорт». Это вам подарок от ИГИЛ с Новым годом. После этого сообщения срочно эвакуировали более трех тысяч людей. Сотрудники спецслужб около шести часов обследовали помещение комплекса, но никакого взрывного устройства они не обнаружили. В тот же день молодой человек был задержан. Он признал свою вину и рассказал, что хотел насолить своей подруге, которая работала продавцом. Приговор будет оглашен уже на следующей неделе. Жители просят жаловаться на неплательщиков взносов на капремонт. Такое обращение опубликовал областной фонд капитального ремонта. Организации просят граждан оказать содействие в выявлении недобросовестных фирм. Речь идет о собственниках нежилых помещений, в которых располагаются магазины, салоны красоты и другие компании. Жители региона просят обращаться о таких неплательщиках по телефону, указанному на экране. Администрация Самара предупреждает горожан об опасности выхода и выезда на водоемы. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 15 сантиметров. Его надежность можно определить визуально. Прочный лед – это прозрачный, голубого или зеленого оттенка. Тонкий лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, ноздреватый и пористый. Он обрушивается без предупреждающего потрескивания. На спусках к рекам Волга и Самара расставлены предупреждающие аншлаги. Переход, переезд по льду запрещен. Самарцы выпивают почти семь с половиной литров алкоголя на человека в год, что ниже среднего показателя в ПФО. Эксперты связывают снижение потребления спиртного с законами, принятыми в Губернской думе. В регионе действует запрет розничной продажи алкогольной продукции с 22 до 10 часов, а также в некоторые памятные праздничные дни. А в июне 2015 года Губдума ввела дополнительные ограничения реализации спиртного в воскресенье с 5 часов вечера. В Самаре двух сотрудников вузов подозревают в получении взятки. По версии следствия, во время январской сессии преподаватель университета путей сообщения за 51 тысячу рублей продал студентам правильные ответы к контрольным работам. Выявить нарушение помог оперативный эксперимент. Нечистой на руку может оказаться и доцент одной из кафедр медицинского университета. Согласно материалам дела, женщина получила взятку в размере 20 тысяч рублей. По версии следствия, преподаватель получила денежные средства от студентов пятого курса за проставление им зачетов по дисциплине, по дисциплине без фактического принятия этих зачетов. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается и в ближайшие месяцы оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. 137 уголовных дел могут завести в области нынерадивых налогоплательщиков. Сколько недополучила региональная казна по итогам прошлого года, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Цены на нефть сегодня резко пошли в рост. За один баррель марки Brent дают 57 долларов 10 центов. Валюта дешевеет. Курс на 3 февраля. Доллар 59 рублей 98 копеек, евро 64 рубля 73 копейки. Золото стоит 2346 рублей, серебро 33 рубля 53 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллара можно было купить за 60 рублей 60 копеек, дороже всего продать за 59 рублей 85 копеек. Роспотребнадзор предлагает штрафовать за транспортировку и продажу санкционных продуктов в России. Нарушителям придется заплатить до 100 тысяч рублей. Также у них могут конфисковать товар. Но это не касается тех, кто везет санкционную колбасу для личного пользования. Больше трех миллиардов рублей не оплаченных в Самарской области налогов могут стать поводом для 137 уголовных дел. Общая сумма ущерба по ним 810 миллионов рублей. И это все недополученные бюджетом налоги юридических и физических лиц. АвтоВАЗ не будет продлять режим четырехдневной рабочей недели. С 19 февраля персонал перейдет на пятидневку. На этом все. Удачи в делах! В этом году Россию ждет генеральная уборка. Так называется экологический федеральный проект Общероссийского народного фронта. Самара стала одним из первых городов, где презентовали новую программу. Что в регионе сделано и что еще предстоит в репортаже Валерии Макаровой. Ударить генеральной уборкой по незаконным свалкам. Сегодня в Самаре Общероссийский народный фронт презентовал новый экологический проект. Общественники создадут так называемую интерактивную карту свалок. На ней будут фиксировать сообщения о нелегальных свалках. Мы эти механизмы опробовали на нескольких регионах. На карту любой житель нашей страны может нанести по точным географическим координатам и с фотоприложением ту или иную свалку, тот или иной полигон, в законности которого житель сомневается. Если информация о свалке подтвердится, общественники будут добиваться ее устранения, подключаться к этому делу и волонтеры с экологами. К слову, такая карта, но в бумажном виде в Самаре уже есть. И судя по ней, больше всего проблем в Большеглушицком районе. Незаконные свалки там занимают почти 50 гектар. А вот в Кенеле и Отрадном их практически нет. За выброс мусора в неположенном месте штрафуют чаще всего водители большегрузов, а заказчики и владельцы серых полигонов остаются безнаказанными. Планируется, что на интерактивной карте будут появляться отчеты о том, что уже сделано. И в зависимости от статуса свалки, действующая или ликвидированная, ее значок будет меняться. Валерия Макарова, Константин Головин. События. В Самарской школе искусств вспоминали погибших артистов ансамбля имени Александрова. Сегодня исполнилось 40 дней с момента крушения ТУ-154 на Черном море. На траурном концерте в память погибших побывала Валерия Макарова. Сегодня в детской школе искусств номер 4 звучит грустная музыка в память о погибших артистах ансамбля имени Александрова. Сегодня исполняется ровно 40 дней со дня трагедии над Черным морем. Напомню, 25 декабря разбился авиалайнер ТУ-154, который направлялся в Сирию. Почти две трети его пассажиров были артистами прославленного на весь мир ансамбля. Сегодня в Самарской школе искусств подготовили концерт с символичным названием «Вечно звучащая песня». На сцену выходят педагоги и лучшие ученики школы. Отдельную композицию посвятят руководителю ансамбля. Однако начали концерт с минуты молчания. Это не только трагедия в мире музыки. Этот ансамбль был достоянием всей страны. Он был визитной карточкой нашей страны. Ведь его знали, любили, принимали не только в России с радостью, но и во всех странах мира. Мохнатые оракулы предсказывают. В Самарском зоопарке отметили традиционный день сурка. Главные виновники праздника сурки Иван и Ева шестой год подряд дают прогноз на весну. А для маленьких гостей сотрудники зоопарка устроили игровую конкурсную программу. За предсказаниями к зубастым синоптикам ездил Сергей Ромашов. Молодые оракулы сурки Иван и Ева пока спят. С минуты на минуту сотрудники зоопарка разбудят их для того, чтобы они могли дать свой прогноз. Увидим, повезет ли нам встретить раннюю весну. Зубастые синоптики в этом году решили поспать подольше. Они не проснулись даже от настойчивых прикосновений нашей съемочной группы. Сотрудники зоопарка уверяют, что для 2 февраля в России такое поведение сурков вполне нормально. К тому же сон мохнатых ораковов тоже говорит о многом. Так как они сейчас спят, ну и по приметам народным, погода у нас сейчас говорит о том, что зима будет достаточно долгой, зима будет снежной, будет много вьюг. И есть большая вероятность, что весна в этом году начнется чуть позже обычного срока. Традиционный день сурка зародился еще в Древнем Риме. Только римляне использовали в качестве предсказателя простого ежа. В России роль синоптика от «Мир животных» некоторое время тоже играл «Колючий зверек». Но 6 лет назад в Самарском зоопарке перед гостями стали выступать Иван и Ева. Их предсказания сбываются не всегда, поэтому сотрудники гидромедцентра, например, прогнозам мохнатых вообще не доверяют. В прошлом году сурок нам обещал раннюю весну, а ее не было. Я не думаю, что сурок нам предскажет правильно погоду на весну. Но, собственно говоря, еще одна примета есть такая уже, как народная. Это начало, вернее, праздник Пасхи. Я бы ориентировалась на праздник Пасхи. У Дня сурка в России есть и другое значение. Это экологический праздник, призванный привлечь внимание людей к защите мохнатых синоптиков. У Самарского зоопарка, судя по количеству гостей, это получается. Сергей Ромашов, Григорий Плешаков. События. Пудовая гиря уравняла всех участников соревнований и мужчин, и женщин. В Рощинском прошел чемпионат Центрального военного округа по армейскому гиревому спорту. Кто оказался сильнее всех, знает Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Красный, желтый, зеленый спортсмен выбирает гирю девушки 16 или 24 килограмма, мужчины двухпудовку. Судья чемпионата Центрального военного округа дает старт. Армейский гиревой спорт зародился недавно, ему всего два года. Отличие от классики несколько время раунда, не 10, а 12 минут, всего одно движение, рывок. Работать можно поочередно обеими руками, количество смен не ограничено. За чемпионский титул в Рощинске приехало бороться почти полторы сотни гиревиков, 18 из них женщины. Это чисто армейский вид спорта, тут уже выполняется в военной форме. То есть, грубо говоря, принесли свою изюминку в данный вид спорта. Так что, я думаю, популярность он огромной пользуется, этот вид спорта. На наших соревнованиях участвуют три заслуженных мастера спорта, 14 мастеров международного класса, 20 мастер спорта. То есть уровень соревнований достаточно высокий. Ксения Дидюхина из Чебар-Кули Челябинской области махать гири начала в старших классах. Папа-тренер. Привел дочь к себе на тренировку. В команде до полного состава не хватало одной девушки. Восьмикратная чемпионка мира на чемпионате Центрального военного округа установила рекорд. 281 рывок. И в новой дисциплине, как оказалось, мастеру-международнику нет равных, даже если и плечо травмировано. Даже с гири 16 килограмм получилось за них первое место и оказала помощь своей команде. Олег и Джанита Щербины познакомились в Чебоксарах на городском турнире по гиревому спорту на разминке перед выходом на помост. А после соревнований сыграли свадьбу. Олег впервые взял гирю в руки курсантам. Нужно было сдать за счет по физкультуре. С тех пор покорил почти все спортивные вершины от чемпионата города до Европы. Заниматься, так скажу, не так все просто. Кажется, со стороны, что там человек махает гирей. Мы должны себя распределить на все 10 минут. Как правило, те, кто неопытный, они, да, вот как вы говорите, вначале пока свежие, они на свежую силу там за 5 минут они выполняют движение. И потом у них уже, то есть сбивается дыхание, силы уже не те, мышцы не расслабляются. И, соответственно, они не показывают тот максимальный результат, который они могли бы показать. Супруги Щербины всегда в спортивной форме. Джанита вернулась в тренажерный зал уже через месяц после рождения сына. Владимиру всего три года, но малыш, по примеру родителей, тоже занялся гиревым спортом. У нас есть сувенирный гири, нам дарили рождение сына, 200 или 300 граммовые. Он поднимает всегда по скайпу нам бабуля сегодня, и он там делает, показывает, как надо правильно поднимать бабуля. Победители чемпионата Центрального военного округа по армейскому гиревому спорту попали в сборную команду округа и поедут на чемпионат вооруженных сил страны. Самые сильные офицеры России станут известны в Смоленске в середине февраля. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!